Синьор Кеза Синьор Кеза Синьор Кеза Синьор Кеза Синьор Кеза Синьор Кеза Все это показывает открыто, какая ситуация есть сейчас на Украине. Но она корония, по-моему, с высшим словом, соединенных штатов Америки. Сеньор Кеза, скажите, пожалуйста, как вы расцениваете результаты выборов в Европарламент последних воскресных и чего нам, жителям Новороссии и гражданам Украины, ожидать от этих результатов? Но это, я бы сказал, что это землетрясение, политическое землетрясение, голосование на Европейский парламент. Потому что вот эти партии, которые фундаментальны, основные политические силы, которые до сих пор правили Европу и которые, между прочим, поддерживали акцию Соединенных Штатов Америки в организации переворота в Киеве, Эти фундаментальные силы потерпели поражение. На сегодняшний день оба ста депутатов внутри Европарламента, новые депутаты, принадлежат партиям, которые критикуют поведение Европы в отношении кризиса Украины. Поэтому ситуация складывается лучше, чем раньше. С точки зрения, то будут серьезные критики и серьезные, как сказать, моменты разнокласса внутри Европарламента по сравнению с позицией, которые приняла Европейская комиссия. Синьер Кьеза, как вы полагаете, стратегические цели Соединенных Штатов связаны с ослаблением Европы, как таковой Евросоюза, и с подчинением Европы себе для того, чтобы, ну, понятно, для чего, наверное, да, для ослабления, в свою очередь, России? Я именно об этом думаю, что, значит, атака, которая была произведена в Киеве во время абайтанских событий, это прямая атака против России, но одновременно это сильная попытка ослабить самостоятельность и суверенность Европы, чтобы подчинить Европу к нуждам Соединенных Штатов Америки. Поэтому это двойной удар, двойной удар. Я до сих пор вижу, что, во-первых, сопротивление русского народа на Украине и сопротивление политической России очень важный момент для сохранения мира. Это я расцениваю, что поведение Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день является самая большая угрожа миры практически по всей пролитии. И заключительный вопрос, спасибо. Синьор Кезо, скажите, пожалуйста, вот есть ли перспектива у слияния европейской и азиатской цивилизации, даже не в том формате, который сегодня в Казахстане подписывается, а в более глобальном, в более широком, единая евразийская цивилизация, экономическая прежде всего, есть ли за ней перспектива? Я думаю, что есть такая перспектива. Вот эта поездка Владимира Путина в Китай показывала, что и Китай готова и понимает ситуацию. У меня есть впечатление, что и Китай, и Россия в сущном ситуации понимают, что опасность растет и что надо консолидировать определенная сила сопротивления. Конечно, на сегодняшний день и Россия одна, и Китай одна не могут. Но если не создается широкий альянс экономический, политический и в какой-то момент тоже военный, было бы, конечно, очень важно для сохранения мира, для, по-моему, себе, для, как сказать, сопротивления против попытки Соединенных Штатов Америки создать новый виток и гонки вооружений и прямое начинание Третьей мировой войны. То есть, получается, что сегодняшнее заявление президента США Обамы о том, что если Россия и Китай будут плохо себя ввести, то Америка вправе применить оружие, самое тяжелое. Это истерика, это паника, растерянность. Что это, по-вашему? Да, я считаю, что империя, моя идея, я уже об этом писал несколько раз, моя идея, это, что империя Соединенных Штатов Америки заканчивается, я бы сказал. Она заканчивается. Они думали, что они могут сделать 21 век американский век. Это не получается. И они уже видят, что они не могут диктовать их условия всему миру. Из-за этого, как вы сказали, у них и Обама лично, у меня есть впечатление, растерянность. Они не знают, что делать, у них выхода нет, потому что их систему руководит, не потому что есть противники, руководит из Клютли. Это система лидерских ситуаций, которые складываются в мире. Есть 7 миллиардов человек, которые существуют. В начале генератора прошлого века мы были все вместе взяты не больше 1 миллиарда 300 миллионов человек. Это новая, совершенно новая конфигурация, жизнь в мире. И они не могут управлять такой мир. Не могут. Но единственное, в их стороне есть, что они очень сильно вооружены, что они имеют вооруженные преимущества. И, конечно, растерянность, они и чаще, и чаще, все чаще думают о использовании этого преимущества на месте старое, экономическое, политическое и идеологическое. Спасибо. Спасибо огромное, сеньор Кеза. Очень приятно было с вами пообщаться, услышать ваше мнение. Желаем вам, итальянскому народу, европейцам, скорейшего процветания и осознания того, что все вместе на Европе, в Евразии, мы сможем построить нормальный мир и дружить странами и континентами. Спасибо. И взираю успехов вам всем. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. С нами на связи по телефону из Италии был политик, общественный деятель, журналист Джульетта Кьеза. До свидания. Увидимся. Пока.